Совсем не было, может лет 7 было от силы. И эта книжка вдохновила меня на то, чтобы начать жить при свечном освещении. Потом в 70-м году был такой фильм «Кража» двухсерийный. И там, собственно, был такой эпизод, когда женщина говорит, что, эх, хорошо бы вот жить при свечах все время. И главный герой этого фильма, он отрицательный, типа антиквар, который что-то хотел купить. Да, да, в советские времена все антиквары были отрицательными. Все антиквары были отрицательными героями, да. И там, значит, был такой эпизод, когда кто-то говорит, у него там два Эрмитажа и три Лувра дома. Ну вот, и захотелось как-то тоже приобщиться к этому, вот. Ну и, в общем, вот эти две, два фильм «Кража» и книжка Фарадея, в общем, дали первый толчок к тому, чтобы полюбить свечное освещение. Вот, сейчас я покажу, тут я нашел много... Ну, Фарадей, Фарадей, он же про электричество был. Да, но дело в том, что у него была книжка «История свечи». Если залезть в интернет, там даже последнее есть издание ее, она перевезена сто раз. Вот так. Интересно. Ну что, сейчас я включусь. В моем доме свеча держалась, свеча лежала в ящике на кухне на случай отключения электричества. Как-то особо мы не пользовались, хотя мне всегда нравилось, потому что у нас в Калининграде, где я родился, была и, собственно, есть газовая колонка. И мне страшно нравилось туда вечером, когда темно, везде я выключал свет, и там горит фитилек. Ну да. Вполне себе исполнял роль свечи. Я там мог засесть в ванной и любоваться вот этим огоньком. Ну вот, а я подумал, что история начинается с Древнего Рима, естественно, где были масляные светильники керамические, которые сейчас можно купить. Они, кстати, не такая большая редкость. Они лежат в музеях, но на рынке они попадаются тоже. Ну, там, естественно, есть куча всяких подделок поздних, но, тем не менее, вот эту масляную лампу можно найти. И все вообще с нее начинается. Вот я могу показать, такая масляная лампа здесь есть. И что-то там просто наливается масло и фитилек. Наливается масло, это крючок, который вешается, ну, куда угодно ее можно повесить. Но самое интересное, что однажды, бродя по рынку, я вдруг увидел вот это. Фитилик? Это такие коробочки, да, маленькие. И в них вот такие вот маленькие фитилечки прямо уже готовые. А, это, так сказать, в церквях продается? Да. Да, но дело в том, что вот это, сюда вот наливается масло, ставится этот фитилек, зажигается и работает все. Слушай, я как раз не мог до сих пор... Я однажды в Черногории в церкви купил коробку таких же штучек и не мог никак понять, куда и как их использовать. А вот это, ну, для масляных ламп. А это Франция уже, коробочка из Франции. Вот она. Здесь точно такие же фитилечки, но они вставлены в керамику. Ага. И керамика, видишь, специально сделана таким образом, чтобы она плавала. То есть, как тарелочка. Здорово. И ты ими пользуешься? Или просто... Я вообще всем пользуюсь, но... Чахнешь. Сразу хочу предупредить, что люди, которые играют с огнем, они должны обязательно обзавестись углекислотным магнетушителем, поскольку наличие углекислотного именно огнетушителя не порошкового, потому что порошковый все портит. А углекислотным можно даже электропроводку потушить. Я однажды даже потушил случайно машину. Дорогие друзья, запомните углекислотный огнетушитель. Совет Дмитриева. Женя Гершкович, привет. То есть, там, где написано СО2. А спрашивают, тебя сразу спрашивают, какое масло наливается в такой светильник? Ну, можно налить любое масло, в принципе, все, что горит. Но сейчас продается, оно называется масло для керосиновых ламп. Продается везде, абсолютно. Можно купить в церкви масло, не знаю. В принципе, любое масло подходит. Понятно. А, хорошо, а керосинки? Керосинки, вот у нас есть керосинки. Вот, это керосиновая лампа, которая была у нас уже в эфире в разделе «Абсолютные предметы». Да. Вот, и керосиновые лампы появились ближе к концу 19 века. Они тоже не были очень безопасными, часто случались пожары. Вот, ну, я, в принципе, у меня есть одна лампа в Петербурге, которая пользуется, она рабочая. И там все время масло залито. Наверное, лет 20 масло, и, ну, поскольку я ей пользуюсь не так часто, то она до сих пор функционирует. Все, фитилии, все это можно найти, то есть это не редкость. Но я, опять-таки, второй раз повторяю, что огнетушитель при игре с огнем обязателен. Если у вас камин, если у вас свечи, если у вас печка, если у вас керосиновые лампы, лучше его иметь, поскольку, когда он есть, это уже залог того, что пожара не будет. А вот Валерия пишет, что у нее есть, но порошковый. Ну, порошковый не очень хорошо, просто порошковый может испортить обстановку, ткани, мебель, все что угодно. То есть порошковый огнетушитель я бы не советовал. Но огонь-то он тушит? Он тушит огонь, но он портит все остальное. Он портит мебель, портит ткани и так далее. А углекислотный, там просто газ, и все, все тухнет быстро и аккуратно, без последствий. Вот. Что еще есть? Я говорю, что есть еще вот такие вещи, которые... Вот это, например, я не знаю, по-русски это, наверное, называется газик. По-итальянски это называется спрени мокулю. Такое устройство, которым обычно гасят свечку, накрывая огонь. И тут есть еще такой вот другой немножко формы. Но это тоже все. Если вы будете ходить по рынкам, то если быть более внимательным, в разделе мелодия, то есть, ну, это, там, я не знаю, 17-й век, 18-й век. Это редкость, кстати, подсвечник на 4 свечки, потому что здесь верхушку можно переставить вот так, и воткнуть свечку, он будет тогда на 4 свечки. А какие, из чего должен быть подсвечник? Ну, подсвечник, как правило, делался из латуни, из жести. Есть вот русская вещь вот эта. Это такой вот он, деревенский. Мне он очень нравится своим... Брутальность, брутальность. Да, брутальность. Брутальность, но это скорее ночник, потому что он, видишь, низкий. Ну, да. Жил у кровати раньше. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к серебряным светильникам, и хватает ли у тебя сил и задора чистить серебро? Ну, как ты видишь, хватает, потому что, ну, во-первых, это не так часто можно делать. Там раз в несколько месяцев эти жидкости типа айсидола, они везде продаются. Ну, я имею в виду, в каких-то хозяйственных магазинах они в той или иной форме существуют во всех странах. Вот. Вот эти вот колпачки для свечей, свечи-гасители или как они? Гасик называется. Гасило. Гасик. Да. Они, конечно, очень удобные вещи для того, чтобы загасить свечу, и ничего свеча не... Потому что когда дуешь на свечу, соответственно, расплавленный парафин, он может все вокруг... Ну, на самом деле, вот если ты используешь икеи... Я использую икеевские свечи, не мудро, чтобы лукаво, поэтому они достаточно хорошо гасятся, даже если на них дуешь. Вот. Так. Ну что, я к вам возвращаюсь. Хотел что сказать, что... Тут был вопрос, не текут ли свечи. Свечи всегда текут. Надо быть к этому готовым. Но дело в том, что есть такая вещь, как кипяток, которая... Лучше всего воск снимается кипятком со всех поверхностей. В том числе и с подсвечника. Скоблить ничего не надо. Не железом, не деревом, а просто можно поставить его и облить кипятком, и все... Воск растворяется. И свечи, в принципе, текут только в одном случае, когда в доме сквозняк есть. То есть, если у вас работает люстра или подсвечники на столе, то желательно, чтобы не было движения воздуха. Ага. Тогда ничего не течет. Вот так. Ну, а вот все-таки еще раз про свечи в большом потолочном канделябре, в люстре свечной. Как сделать так, чтобы ничего вокруг этой люстры не пострадало от парокина или от водка? Потому что дело в том, что действительно, да, снимается легко кипятком, но на тканях порой оставляет уже неснимаемое. Ну, на самом деле, из ткани все легко убирается утюгом с салфеткой или ну, я 20 лет использую свечи в своей жизни. 20 лет они текают. Да-да, но просто из ткани там, скажем, понятно, что если это лен какой-нибудь скатерть, то легко убирается. Но если воск или парафин попал на рубашечный хлопок, то он... Нет, ну, знаете ли, ну, мы же не вечные, даже мы не вечные, а поэтому... Ну да, ну просто... Надо просто быть к этому готовым. Надо быть к этому готовым, да, и... А как на балах, представляешь, в 19 веке, когда освещение было исключительно свечное, и все это капало на мундиры, на одежду, на платье. Вот я тебя и спрашиваю, как сделать так, чтобы не капало? Ну, как сделать так, чтобы не капало, что не было, чтобы сквозняка раз, ну и можно снизу поставить профитки, я могу сходить, сейчас покажу, что ставится потом. Могу показать эту люстру, если интересно, но... Так. Ну вот, люстра свечная, и снизу всегда есть некая профитка, куда скапливается воск. Ага. Сейчас я достану. Да, вот они. Существуют такие вот профитки из стекла. вот они. Которые, собственно, ставятся, можно ставить на подсвечник. Ага. Вот так вот. Они собирают какую-то часть воска. А какими именно ты свечами пользуешься? Потому что есть свечи, которые прямо огромное количество отходов от них, там, прям стекает с них, их даже иногда... Ну да, да, это точно. Есть, они разные, но я говорю, что я пользуюсь все время одними и теми же, поэтому у меня этой проблемы не возникает. То есть ты за Икею? Да, я абсолютно. Здесь я готов... У меня Икеи очень мало, но если уж она и есть, то это свечи. Ну, что-то, какую-то мелочь хозяйственную. Я там иногда покупаю иконические вещи, конечно, я не покупаю. Потолок, тут пишут, страдает ли потолок, он не страдает. Потолка, то есть, ну, в зависимости от роста жильцов дома, люстру можно вешать на расстоянии, ну, два метра, два двадцать где-то от пола. Я никогда от потолка свет не вешаю. Мы об этом потом поговорим, о том, как вешать. Вот. Ну, а что потом-то? Давай сразу. Ну, если сразу, то вообще свет вешать почти никто не умеет. это я сразу скажу. Так, свет умеют вешать французы, как ни странно. Даже итальянцы свет очень часто вешают неправильно. Потом, что касается уровня люстр, то, если вы посмотрите на фотографии Версальского дворца, то там люстры висят правильно. Низко. Чем ниже люстра, тем она шикарнее, тем она, не знаю, помпезней, гламурней. Тут можно много эпитетов употребить. Ну, а что такого во французской развеске люстр, чего не умеют другие? Ну, почему-то французы всегда свет вешают верно. Я не знаю, может быть, это уже в крови, как некая традиция. Потому что... У современных итальянцев в принципе ужасный свет. Ну, это да. Еще, особенно в церквях, свет очень часто светит прямо в глаза. Вот для меня это совершенно неприемлемо. То есть, я стараюсь свет делать так, чтобы в глаза ничего не попадало. Свет мне нравится отраженный. Мне вообще все говорят, что я крот, и что у меня темно всегда, в проектах моих всегда темно. все говорят, а где свет? Я говорю, ну, вы же не в операционной, чтобы прямо видеть каждую. Поставьте прожектор в углу, пусть он светит вам, когда нужно. Включайте его отдельно и так далее. Там еще спрашивали, что включаю ли я обычное освещение, когда включаю свечи. Не всегда. Иногда, когда свечей много или ужин красивый, можно и не включать электричество. Причем есть два совершенно неоспоримых преимущества свечного освещения. То, что у женщин всегда очень эротично блестят глаза, а также бриллианты очень красиво работают. Потому что если посмотреть, как блестят бриллианты в свечном освещении, то сразу начинаешь понимать их смысл. Хотя у меня нету бриллиантов, нету вообще ни одного украшения. Вот так. Я не очень понимаю, как ты живешь без бриллиантов. Ты знаешь, прекрасно. Мне это совершенно не мешает. Да, так говорят все, у кого их нет. Да, ну и ладно. Ну и черт с ним. Вот ваше здоровье. Я сегодня пью сок. А нам тут от тебя ждали опероли и вообще предложили так сказать, апрель переименовать в опероль. 17-е опероли. Да. Но дело в том, что и мы уже тут немножко подустали от опероля, поэтому я решил как-то разнообразить свое меню. И вот думаю, что же я сегодня буду пить. Решил начать с нас. Сегодня выдался вот такой вот изумительный день. хотя в прогнозе был дождь, но прогнозы не всегда оправдываются. Да. Поэтому я решил пить сок. А я как-то по воде выступаю. Вот. еще виды света. Например, вот я люблю всякие вот такие фонарики. Железнодорожный. Они тоже имеют место быть. Тоже прекрасно работают. Ну, то есть, если вы хотите каких-то хлопот, то в принципе можно жить при свечах совершенно спокойно, потому что вы будете заняты не только зажиганием и гашением этих свеч, но еще и чисткой. Но зато это вознаграждается уютом и удовольствием, которое вы получаете от живого огня. Вот я еще делал такой свет. Я вообще подсвечники делаю из чего угодно. Это подсвечник, сделанный из армейского штыка. Тоже красиво. Ты приравнял к нему перо? Дело в том, что меня интересует только отверстие ствола, когда я планирую использовать штык под подсвечник, отверстие должно быть 22. Вообще свечка стандартная 22 миллиметра. То есть калибр оружия должен быть именно таким? Да, но это все видишь вещи как бы до Первой мировой войны, поэтому там какие-то вопросы начинают поступать. Главные принципы с чего начать проектирование света в новой квартире. Но вообще это достаточно сложный вопрос. Мне всегда безумно сложно заранее предусмотреть где что будет. Поэтому иногда приходится переделывать как отверстия в стенках так прокладывать какие-то новые штробы в зависимости от того где что будет висеть. Но приходится использовать какие-то универсальные принципы. Универсальный принцип состоит в том что Вернись нам Андрей пожалуйста. Переверни на свое лицо. А да сейчас ссори. Мы уже наслопились. Все. Универсальные принципы заключаются в том что я делаю обычно розетки одну две розетки вместе рядом но одна работает от выключателя а другая постоянная. То есть это уже ты так делаешь но у меня именно так дома. Ну я тоже так делаю не только я так делаю так все по идее делают но я еще розетку ставлю на потолка спрашивают почему у тебя розетки на потолке я говорю ну потому что я пока не знаю куда повесить люстра поэтому очень удобно когда у тебя розетка на потолке ты можешь повесить люстру где угодно просто протянуть до этой розетки провод и воткнуть вилку и все и она естественно работает ну она с выключателем обязательно чтобы не лезть на потолок каждый раз вот ну что еще тут можно сказать ну понятно что действительно свет вряд ли можно предугадать потому что ко всему прочему надо пожить в этом доме понять как там свет проектировать дом от а до я сначала не всегда удается потому что ну как неизвестно как здесь будут жить люди какая будет мебель то есть заранее все это предусмотреть очень сложно ну и потом надо посмотреть как как солнце идет каким образом через комнату через окна все начинается начинается все с компаса в руке ты смотришь где у тебя юг и север смотришь где у тебя будет солнце и так далее но дело в том что вот особенно свет в ванной тоже где повесить будет ли тут зеркало не будет тут зеркало то есть допустим бра я редко использую я использую и вообще люстра кстати тоже редко использую электрическую потому что люстра мне кажется уместна только там где есть потолок хотя бы выше ну метра четыре должен быть потолок потому что все что ниже четырех метров люстру плохо вешать вот и люстра у меня практически в комнате ну у меня везде есть люстра но они все свечные то есть люстра электрическая это редкость у меня дома в смысле в моих проектах тоже дорогие друзья Андрей Дмитриев самый искренний декоратор на свете потому что если вы помните знаменитую шутку у Жванецкого и и самовар у них электрические сами они какие-то не искренние так вот у Андрея все люстры искренние абсолютно искренние свечные но я в этом смысле так сказать у меня люстра есть у меня висят они в каждой комнате но я ими не пользуюсь в одной давным-давно перегори лампочки и я ненавидел с детства почему-то верхний свет и родители наоборот так сказать старой формации они всегда врубали верхний свет мне он казался неуютным мне как-то и тогда и сейчас и в гостиницах я не пользуюсь в общем нигде не пользуюсь верхним светом и я тоже кстати вот тут пишут если не люстры то торшеры да торшеры торшеры настольные лампы причем они работают от выключателя то есть ты заходишь может быть два даже выключателя ты заходишь включаешь свет у двери и загораются сразу лампы да вот и вообще верхний свет для меня всегда был агрессивным и я вот не знаю это ненависть к верхнему свету у меня пошла наверное из армии когда в 6 утра тебе включают эти неоновые лампы и кричат подъем удовольствия совершенно никакого еще и темно вдобавок зима еще же есть эти флуоресцентные лампы ужасные вот эти флуоресцентные лампы у меня к ним очень стойкая ненависть еще у меня ненависть к этим лампам которые называются дириспарми энергетика то есть которые берегут а да 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 это мрак диоды я как-то к ним сначала был насторожен а потом даже полюбил и есть диоды современные диодные лампы которые дают достаточно теплый свет вот тут у меня есть для примера такая лампа но это вот ранние диодные лампы они вот так выглядели но уже лет 7 работает да причем это филипс сделан из железа она тяжелющая вот и вот до сих пор работает сколько прошло лет а она не перегорает как интересно слушай а вообще на самом деле мы понимаем конечно что размещение света в доме это даже не всегда работа декоратора есть вообще специальная ну да я бы у меня есть даже специалист есть такой Марко Полич в Милане который потомственный осветитель у него там его дедушка еще на заре электрического света начал заниматься и вот он разрабатывает он не дешевый но разрабатывает всю систему освещения всякий свет там самый даже новый в ступенях в стенах где угодно в этот свет полоска диодной ну много чего есть на свете интересного меня на самом деле поразили ну вот за последние там сколько-то лет меня поразили две вещи произошедшие со светом во-первых вещь первая когда появились вот эти спотовые светильники в галереях в музеях так что позволили оставлять помещение достаточно темным и ровно по размеру картины делать освещать как бы внутри рамы так что картины многие произведения искусства заиграли конечно по-новому и вот этот дизайн музейного света это вообще отдельная отрасль человеческого знания мы вот к этому придем постепенно ну да и вторая вещь которая меня поразила когда я понял что сейчас абсолютно особенной отрасль тоже дизайнерского знания стало освещение ресторанов при этом если раньше ты когда делал свой ресторан ты думал прежде всего ну условно об уюте о красоте то сейчас ты вынужден свет делать так чтобы он был инстаграм френдли потому что как мы знаем самый любимый так сказать самый популярный вид фотографии блюдо блюдо на столе дело в том что вот у меня тут стоит этот прожектор которым я пользуюсь это такой прожектор дискотечный называется он пар P-A-R вот но я вытаскиваю из него его родную лампочку и вставляю туда вот такую лампочку то есть это я увидел у акселя ферфорта в антверпене у него весь его офис был подсвечен вот этими это озром и он хорош тем что он во-первых 6 вольтовый да вот 6 вольтовый не 12 вольтовый и угол у него освещения 4 градуса то есть видите вот 4 градуса видно сейчас да да ну просто они 4 градуса бывают только 6 вольтовые ну к сожалению вот и 4 градуса тебе дают такой свет размером почти что ну с тарелку с большую поэтому я их очень люблю использую я все ими подсвечиваю у меня сейчас появился да я использую этот цвет параллельно со свечным потому что он очень удобен им можно подсветить картины объекты предметы скульптуру я часто использую такой еще свет делаю трубку из железа ну типа как кусок канализационной трубы ставится на пол и внутри спотлайт который светит с пола на потолок или светит с пола на скульптуру ну вот как раз тебя спрашивают как как ты подсвечиваешь предметы искусства в интерьере ну пошли еще раз сходим тогда сюда я могу даже попробовать зажечь этот свет ну сейчас опять не переключу вот переключился ну тут здесь сейчас плохо видно потому что контрастно слишком но вот получается фотоаппарат не перед то есть этот телефон не передает этого ощущения но на самом деле как вот так вот получается примерно ага ну если ты пальцем в экран тыкнешь вот именно а ну вот еще свет в коридоре тоже стоит этот стоит пронжектор который светит на драпировку сейчас я попробую ткнуть пальцем в экран но ничего не получается в итоге у меня какие-то кривые пальцы в общем вот так с пальцами у тебя все в порядке ну да ведь когда собственно говоря когда собственно говоря ты планируешь пространство да ты порой не знаешь какие там будут предметы искусства и когда хозяин вдруг притаскивает в пространство уже с тобой спланированного новые какие-то там я не знаю скульптуры или картины они полностью меняют могут полностью поменять и в том числе и необходимость в свете вот для этого я и всегда устанавливаю несколько розеток около потолка в разных местах чтобы можно было в зависимости от того что у тебя будет и алло вот появился Я говорю... Простите, что я исчезаю из эфира. Ко мне пытается курьер из химчистки попасть и одновременно не работает и эфир, и переговоры с курьером. Так, может быть, вырубимся? Поговори с курьером, а потом опять зайдем? Нет, нет. Ты продолжай вещать, а я попробую связаться с курьером другим способом. Хорошо. Ну, я тогда расскажу о том, что если люстра у нас висит низко, то нам надо чем-то укрыть цепочку. И для цепочки я обычно делаю тканевый чехол. Или просто беру полоску ткани, обматываю эту веревку или цепочку и провод, и обвязываю какими-то там или льняной веревкой, или шнурком, или делаю вот такую штуку, что беру вот такую веревку толстую, она, как правило, состоит из трех веревок, она распускается сверху, и в нее укладывается и провод, и цепь. Тоже получается достаточно красиво. Вот так. Так, ну что, я еще делаю всякие лампы. Вот по такому принципу, то есть беру некое основание, как правило, деревянное, можно и железное, и стеклянное, и устанавливаю тут патрончик с абажуром, и делаю провод. В общем, я очень много делаю таких ламп, они у меня все всегда разные. Вот так. Так, ну что еще можно рассказать интересного про свет? Если, кстати, если какие-то будут вопросы, вы не стесняйтесь, пишите, потому что вот так выглядят люстры в кухне, где как раз применена эта веревка. Но здесь провод не спрятан, а веревка закрывает только цепочку. Здесь используются промышленные светильники, из которых вытащено нутро, и вставлено внутрь просто обычная диодная лампочка. Да, тут этого не видно. Ну вот. Тут написано, использую ли я керосиновые лампы редко, но использую. Вот. А, длинные свечи, это вот здесь. Сейчас я покажу. Это однажды я был во Франции, и... То есть, нет, это даже... Это в Италии куплено, я вспомнил. И увидел у антиквара коробку этих свечек, и они стоили безумных денег, но пришлось купить, потому что я хотел хотя бы использовать их для того, чтобы сделать форму, для того, чтобы возможность была эти свечи как-то репродуцировать. Да, вот я думаю запустить такое производство, но для этого все должно открыться, потому что сейчас все закрыто. Вот. Основы для лампы я действительно делаю из любых вещей, потому что, вот, видите, есть такие лампы, есть лампы такие, вот торшеры я делаю из этих, из музыкальных, из пультов для нот. А все-таки музыкальная семья же у тебя? Да, вот люстра очень интересная, это лука, тоже старенькая, наверное, где-то 17 век, но вот это то, что снизу я к ней приделал для контраста это уже я сам. Но здесь тоже у меня, видите, стоят эти прожекторы, они не всегда закончены, но они предназначены как раз для подсвечивания искусства. Он есть там в углу внизу эта лампочка такая для письменного стола с двумя свечками. А вот тебя спрашивают, каким, какой материал безопасен для абажура, чтобы абажур не загорелся? Дело в том, что сейчас лампочка используется диодная, она не греется, поэтому любой, даже можно ткань на эту лампочку набрасывать сверху. У тебя же есть... Возможно ли сверлить гипсовую форму? Возможно, сверлом, а потом на клей ставить патрон, а провод просто выводить снаружи. Так тоже возможно. А ароматические свечи вот тут спрашивают тебя? Ну, я вообще ароматические свечи не очень люблю, поэтому редко их использую. Вот. Ну что, вернемся на... А, вот тут еще есть красивый, это венец. Здесь достаточно свечек, достаточно в моей жизни практически. Если отключат электричество, мне это не страшно. Слушай, а вот был вопрос уже какое-то время назад, и я знаю, что ты любишь зеркала, и тут вопрос был, как ты используешь зеркала при освещении, и совмещаешь ли ты лампы, свечи с зеркалами? Ну, конечно. Во-первых, есть зеркала венецианские, где уже предусмотрены, вот тут есть, кстати, такая штучка, которая втыкается в раму, и, собственно, является подсвечником, и как бы просто вместе с зеркалом количество свечей, естественно, удваивается, поэтому я часто использую их. Вот, и у меня нет на предметах искусства, а, стекло у меня только обычное, 2 миллиметра, и то на графике. На масляной живописи я никогда стекло не использую, тут был вопрос. Ну да. Мы тонируем зеркала, мы их ничем не тонируем, они настоящие, и, как правило, я зеркала часто собираю с помойки, испорченные, старые, их выбрасывают, а мне они как раз, и я потом из них вырезаю, их вырезаю, вставляю в свои старые рамки. Плетеный абажур. Давай, вместо ты отвечай на вопросы, а я их буду читать. Не делай два дела одновременно. Хорошо, давай. Да, ну, собственно, ты продолжай пока про зеркала. Да, ну, я буду... Ты не ответил на вопрос. Зеркала я использую часто, и для света в том числе, поэтому, поскольку зеркала удваивают количество света, поэтому они, собственно, и стали использоваться там, во всех дворцах они использовались, как правило, большие залы парадные, они просто практически все стены завешаны зеркалами. А вопрос, собственно говоря, ты на него уже в каком-то смысле отвечал, но его снова задают, какой абажур проплетенный, но вообще, какой абажур уместно вешать над столом, если высота потолка 2,5 метра? Ну, ты уже говорил, что никакой. Я говорю, что если над столом, то можно вешать как можно ниже, можно вешать на высоте чуть ли не метр там 20, метр 50 от пола. Главное, чтобы стол был таким образом поставлен ровно под абажуром, чтобы когда человек встает, он не бился бы в него головой, а в остальном, чем ниже абажур, тем будет уютнее, тем красивее. Ну, вообще красиво, когда над столом именно висит такой вот в грузинских домах такие большие тканевые абажуры часто висят именно над столом, и это все, конечно, во-первых, когда абажур висит низко именно над столом, то он дает локальный свет, а не освещает всю комнату, во-вторых, такой, если лампа белая, а желтого света такого, лампового, да, то дает, конечно, очень приятное ощущение уюта, именно домашнее. Тут еще вопрос есть, люстры в ресторане ресторан, я ли делал их? Ну, в принципе, их делал я, но вот эти большие люстры, которые там висели в залах, это была некая немецкая компания Брук, и эти люстры были сделаны на заказ, они достаточно большие, потому что в одном зале это было 8 метров на 4 метра, то есть такой был прямоугольник, 32 квадратных метра фактически, такая тонкая полоска с этими галогенными маленькими лампочками, и в двух залах висели круглые такие люстры, тоже диаметром 4 метра, а остальные, весь остальной свет, это был мой авторский свет, начиная от этих гаек в блюдцах подсвечники, потом эти стенники на дверных проемах из латуни, которые были, это все я сам придумывал, ну и были торшеры, изготовленные тоже самостоятельно, я использовал ткань, стеклоткань, поскольку тогда не было этих холодных лампочек, и пришлось использовать стеклоткань, которая не горела, вот, ну я много всяких делал люстр, моя карьера началась с того, что я пришел в редакцию журнала Мезонин со своим ведром, у меня там еще такие половинки ведра были, поскольку ресторан был русский, и мне хотели они добавить русскости, и я думаю, каким же образом, ну вот пришлось распилить ведро пополам, и сделать из него стенники, такие, ну типа бра, и я этот свет притащил тогда Кане Фадеевой в Мезонин, и была какая-то даже выставка, я с этими ведрами там участвовал, я еще делаю из дуршлага для пасты конического да, делаю такой просто на стенках ставится лампочка, а над ней делается гвоздик, вешается дуршлаг таким образом, чтобы он закрывал эту лампочку, то есть он как абажур, но одновременно он не теряет своей основной функции, то есть ты можешь лампочки с этого гвоздика снять, использовать как дуршлаг, помыть и повесить обратно, то есть я как бы не разрушил его предыдущий смысл и в то же время дал ему некий новый смысл, вот, но это было все сделано 20 лет назад, даже больше, поэтому, ну и что ж теперь, ну да, старинное кружево, можно бросить старинное кружево на лампу, я говорю, что при использовании диодных лампочек, они холодные, поэтому нет опасности пожара, ну, во-первых, первое, чтобы не было опасности пожара, поставьте в углу углекислотный огнетушитель, слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к этим вот новомодным всяким системам умного дома и так далее, я помню, что я, значит, как-то во Флоренции мы встречались с принцессой Колонна в Палаце Пити, у нее открывалась выставка, ей там было, я не знаю, 85 лет уже этой даме было, и, значит, у нее такой крик души, она говорит, она в Риме живет, ну, жила во всяком случае, я приехал, говорит, во Флоренцию, меня поселили в новом модном отеле Континентале, который у Палатце, у Пантевекио, ты знаешь, да, мы там ходим на крышу, на оперативу, и говорит, ну, я не смогла сама включить и выключить свет, потому что, когда я нажимала на кнопочки, у меня вдруг там открывались шторы, следующую кнопочку я нажала, у меня вдруг заработали какие-то вентиляторы, я не могу, я привыкла, когда свет выключается одной, одним нажатием, знаешь, я, наверное, хоть мне пока еще не 80 лет, чуть меньше, но, в общем, я тоже не очень люблю этот умный дом, не знаю, может быть, я слишком и вещи, вот, ну, то есть, я тоже люблю выключатель, чтобы был простым, непонятным, а вот, ну, ко всему прочему тебе умный дом дает возможность регулировать освещение, у тебя может быть не... Ну, это правда, но поставь диммер на обычный выключатель, то есть, крути его, и освещение будет регулироваться в ту или иную сторону, потом еще есть опасность, что этот умный дом вдруг что-то там заклинит, перестанет работать, собьется программа, и надо уже вызывать специальных людей, которые с этим будут разбираться, да-да-да, я как раз тут жил в чудесной, снимал квартиру чудесную в Петербурге на Невском проспекте, действительно, очень хорошая, очень красивая, и замечательно сделана в том доме, где салон, часовой салон бурый, напротив, ну, практически рядом с тобой, и единственное там, что я так и не освоил, там, что я не освоил, это умный свет, потому что там какие-то, например, лампы, они не выключались вовсе, а какие-то лампы время от времени сходили с ума и начинали, начинали там что-то такое, значит, мигать, что-то там подмигивать, и мне приходилось там, например, перезагружать вообще всю систему, но я по-советски с этим боролся, я просто вырубал... Вырубается основной рубильник, предохранитель, да, и потом вырубается снова. Да, и а потом я говорю, ну, вот у вас тут, он говорит, а вы нам в следующий раз вы нам пишите по WhatsApp, мы там у нас с центрального компьютера мы сразу все починим, эта мысль не приходила мне в голову, что это можно сделать дистанционно, но тем не менее простым, так сказать, советским способом я добивался с помощью рубильника отличные, отличные совершенно результаты. Но вообще я, да, только старой формации, потому что мне совершенно я не могу вот с этими всеми множественными, потом меня страшно раздражает в гостинице, что когда у тебя пульт с 18 кнопками и ты включаешь одну, у тебя что-то выключается, потом что-то, короче говоря, тебя призывают с тем, чтобы выключить свет в комнате, тебе нужно мастер, мастер-кнопку нажать, мастер-свич, выключить. Тогда довольно часто у тебя перестает заряжаться, например, мобильный телефон или еще что-нибудь, или там, скажем, мне нравится, когда где-нибудь там горит настольная лампа. И, в общем, конечно, все эти истории про умный дом, они очень часто не для, так сказать, не для нормального человека. Это да, тут спрашивают, где поют птицы, птицы поют у меня тут вокруг. Они тоже радуются, что 20 градусов наконец настало. И весна наступила настоящая. Сейчас все распускается, сейчас самое лучшее время, и очень печально, что мы тут все сидим заперты и наглухо пока что. Ну, не так же наглухо, если у тебя птицы там поют. Ну, пока до 3 мая, да. Да, вот со мной тут соглашаются и про умные души и так далее. Мне кажется просто, что есть какие-то вещи, которые не надо улучшать. Ну, во всяком случае, на данном историческом отрезке времени, ну, так сказать, вот эти, в том числе включатели-выключатели света, это одна из таких вещей. Да, ну, кстати, вот спрашивают меня, какие я использую, какие формы для лампы, какие предметы, я использую все, что под руку попадется, все, что годится, начиная от старых бутылок и заканчивая вот этими деревянными основаниями, которые можно купить часто на рынках. Вот, иногда из железа попадается что-то интересное. Так, все, что подходит, чтобы сделать из этого лампы, я использую. А какая была самая странная вещь, которую ты использовал для лампы? Ну, наверное, все-таки вот этот вот штык, это самая странная вещь. А для электрической? Ну, для электрической я использую бутылки часто большие. Я делаю пробку, резиновую, в резиновую пробку уже вставляю основание патрона и сверху абажур. Да, у тебя были такие знаменитые лампы, знаменитые лампы с большими бутылями вот этими винными, зелеными или белыми и абажуры, как бы, которые без ткани, просто обозначенные. Да, просто форма, а сама лампочка с верхним серебрением вот такая, вот как здесь. Да, она дает эффект, эффект, собственно, говоря, лампу. Да, само вот это серебрение, оно является абажуром. Тут просили как-то раньше показать, какой у меня свет, но я сейчас покажу. Во-первых, я очень люблю вот эту вот люстру, и в принципе потолок у меня достаточно высокий, но я ее не пользуюсь, то есть время от времени вызываю просто мойщиков, чтобы ее помыть, но не включаю ее никогда. А что касается выключателя, у меня, да, у меня есть выключатель, который работает сразу на все лампы, и поэтому он включает сразу все, ну, кроме там нескольких ламп, которые, например, вот то, что на столе стоит, и то, что я в промо ставил, она стоит, ну, как локальный свет, я ее включаю отдельно, и часто оставляю ее просто на ночь. или вот, например, у меня в коридоре стоит такая лампа, которая в темном, естественно, коридоре нету окон, и она помогает делать его частью квартиры. Тут спрашивают, чем сверлить стекло, стекло сверлится легко специальными сверлами, лучше, конечно, отнести эту бутылку или стекло к стекольщику, он просверлит что угодно и как угодно, потому что сейчас уже даже они режут стекло джетами, и можно из стекла вырезать любую форму абсолютно аккуратно. Видишь ли, Андрей, ты живешь в городе, в котором остались мастера, в котором идешь по улице, и в одной лавке сидит человек, который сам делает рамы для картин, в другой человек мебель делает. Ну, представь себе любая вот эта история, а пойди к стекольщику в Москве или в Петербурге превращается в неимоверные поиски, где вообще эти стекольщики остались, а потом еще аппоинтмент с ним. Ну, да, я думаю, что все ищется, все есть на свете. Сейчас даже интернет в помощь, и можно все что угодно найти. Я уверен, что есть места. Уверен, что даже в Москве есть хоть один мастер, который просверлит бутылку. Марина Албик пришла в эфир. Я когда-то делал у нее в квартире прекрасной квартиры. Живет в городе Флоренция, тут спрашивают. Марине привет. Ну, дорогие друзья, тут было множество вопросов про тарелки, про посудные шкафы. Я думаю, что мы не будем сейчас это делать наспех, а просто сделаем следующий эфир, посвященный ну, скажем так, шкафам, кухонным шкафам, горкам, сервантам и прочим хранилищам для стекла, для тарелок, для хрусталя и фарфора. И то, как это можно сделать функционально с одной стороны. С другой стороны, как можно сделать эти все предметы еще и красивыми и простыми интерьерами. Да? Мы сворачиваемся? Ты меня слышал? Да, я готов ответить на любые вопросы. что, дорогие друзья, мы с вами прощаемся, увидимся сегодня у нас пятница, давайте мы не будем делать эфир в воскресенье, потому что... Можно сделать его в понедельник. Да. отец, чтобы не было, это, это, Продолжение следует...